Евразия — самый большой материк на Земле. Тут есть всё. Горы высокие, реки глубокие, моря и леса богатые. Испокон веков здесь жили предки наши. Дома, города строили, женились, детишек заводили. В 882 году от Рождества Христова государство организовали. Назвали его «Великая Русь». И пока в маленькой Европке народ жил небогато, в тесноте, питался чем попало, на Руси всего хватало. Хочешь охота, хочешь рыбалка, а хочешь ягоды собирай. Спокойно жили, вольно, а главное — кушали хорошо. Потому и мужики у нас крепкие да сильные. Характер у них спокойный, а глаза такие добрые-добрые. «Красота у них там у Русичей!» — позавидовали соседи. Да давай к нам в гости захаживать, порядки свои налаживать. То из степи прискочут, дома пожгут, то с севера приплывут девок утащат, то напросятся переночевать, а утром последнюю корову уведут. Нам такой туризм не нужен, решили наши предки. Фиг бы с коровой, а вот красавец русских не тронь. И вломили средневековым туристам по первое число. Удивились ребята заморские. Как так-то? Глаза у россиян добрые, нрав миролюбивый. Зачем же по лицу? Расстроились соседи, стали слезы ли, да обиду на кулак наматывать. Но ходить не перестали. Печенеги пришли. Наваляли печенегом. Половцы пришли. Наваляли и половцам. Кочевники налетели. Ах, хоть и упертые были. Три века подряд заходили. Потом Ивана Грозного довели, и мы им сильно наваляли. Рыцари при Александре Невском мы, честное слово, почти не трогали. Они как-то сами утонули. Вот шведов, да. Это мы чего скрывать. Французам сильно досталось, мы же их предупреждали. Они все равно приперлись. Пришлось навалять. Потом фашисты со своим Гитлером на нас навалились. Наши деды показали им основательный капот. И вот теперь до наших соседей дошло, что глаза-то у россиян добрые, да кулаки тяжелые. В гости к нам с пряниками лучше приходить, а не с мечами и танками. Ведь народ у нас добрый, гостеприимный. Но если хамство какое, то можем и ломить.